Однажды было такое событие, когда были освобождены рабы, находящиеся здесь, живущие здесь в этой стране. И, наверное, в других странах это происходило так же. Но интересная особенность здесь произошла из-за того, что страна была достаточно большой, то вот это решение или это постановление, если так можно выразиться, оно не в одно время достигло все районы территориально. То есть не все районы в Америке узнали в одно время, как, может быть, сегодня мы узнаем в одно время о новостях. В течение пяти минут можно узнать практически очень-очень много. Что происходило, что в тех районах, там, где рабы стали свободными, раб, который вчера слушался своего господина, стоящего рядом с ним, может быть, угнетающего его, говорящего ему, что делать, он мог просто смотреть ему в глаза и не слушать его. При всем желании его прошлого или вчерашнего господина что-то добиться от своего раба, он мог просто его не слушать. Почему? Потому что за ним стояла власть, за ним, за этим рабом стоял закон, его защищал закон. В то же самое время, если бы мы перенеслись, скажем, в другой штат, в другое место, стоял господин, который продолжал господствовать над своим рабом, говорить ему, когда уже он этого не имел права делать, когда уже закон не поддерживал слова этого господина или работодателя. И раб очень просто. Причина, почему он продолжал слушать то, что говорил ему господин, была единственная. Он не знал о том, что он свободен. Он не знал о том, что он свободен, и у него или за ним стоит право выбора, слушать мне его или нет. Этот господин, может быть, и знал, что он не имеет права этого делать, но, естественно, в его интересах было продолжать делать то, что он делал, потому что это была бесплатная сила, потому что это был успех его дома и так дальше и тому подобное. Друзья, я сегодня стою перед вами, и у меня как бы две такие цели или две миссии. Они очень просты. Первое – это сделать объявление за библейский колледж. И второе – по мере того, как это получится послужить словом. Когда мы слышим объявление о чем-то, о ком-то, где-то что-то происходит, у нас сразу рисуется картина. А, мы знаем этого человека, а, мы знаем, да, эту компанию, да, чулы такие, даже не хотим слышать. Или там молодежь подрывает или поднимает, да, надо пойти, что-то такое большое, эмоциональное, ну, скажем, существенное, да, и так дальше. И я знаю, что за библейский колледж у людей создалось тоже у нас, говоря о нас, членах нашей церкви, определенное мнение. У одних просто пассивно, это как бы не для меня. У других более активно, дети растут, нужно что-то делать, надо куда-то их втыкать, где-то применять, вот пойдут, пускай выучатся. Третьи, может быть, чуть-чуть негативные. И это, естественно, это понятно. Нет идеалов на этой земле, и библейский колледж тоже не идеал. И я перед тем, как выходить сюда, думал, «Господи, ну, двенадцатый раз, да, наверное, или какой раз мы объявляем за этот колледж? Чем ты удивишь людей сегодня? Чем ты удивишь? А ничем не удивишь? Абсолютно, особенно молодежь. Абсолютно ничем не удивишь. Они уже наудивлялись, и вот эта вот часть их мозга, которая оставлена на удивление, мне кажется, она уже у нас начинает трофироваться от того, что очень много информации, очень много информации. И в то же самое время я понимаю, что если ты ничем никого не удивишь, то никто и не придет учиться, правильно? Поэтому вот стой и думай, как это делать. И я верю, наверное, не побоюсь так сказать, что Бог положил мне на сердце. И именно этот пример, друзья, библейский колледж или цель, почему он есть, цель, почему он начался вообще. И надеюсь, что мы не ушли. Может быть, где-то как-то мы отклонялись от этой цели, но надеюсь, что не сильно далеко, и, может быть, Бог нас возвращает. Она очень проста. В Библии написано, что узнайте, познайте истину. Истина заключается в том, что вы, мы свободны в Иисусе. И поэтому сегодня, когда я смотрю на себя, если я не нахожу, независимо от возраста, кто-то сидит и думает, да, это для молодежи. Ну, конечно, удобно для молодежи, потому что у молодежи больше времени нет, детей и так дальше, и тому подобное. Возни вот с дайперсами и всем остальным. Но это нужно всем, абсолютно всем. Это нужно мне. И если сегодня я, находясь здесь в зале, сидя здесь в зале, понимаю, что я не свободен, то мне это нужно. Понимаю, что если надо мной есть господин, я-то уже теоретически свободен, потому что декларация о свободе уже есть в Иисусе Христе. Но по каким-то причинам, их масса может быть, я все-таки нахожусь еще в каком-либо рабстве. Друзья, выход из этого рабства уподобен тому, когда люди выходили из Египта. Выход из этого рабства можно уподобить, как если бы мы забирались вот на эту гору Райнир. Ты уже забрался куда-то, но тебе еще очень много нужно ползти вверх или забираться вверх. Это процесс жизни, я понимаю. И с другой стороны, это рабство, оно может быть очень разным. Мы сегодня говорим о рабстве, о чем-то большом. Петр Моисеевич здесь говорил. И мы понимаем, что это может быть. Но это рабство, это может быть что-то такое мелкое. Никому абсолютно незаметно. Никому абсолютно незаметно, сколько сегодня молодых людей находятся в рабстве, мнение людей, которое просто на них обрушилось. Они ходят под этим мнением, мы не видим, что они согнуты, но в ихнем сердце они в действительности согнуты. И это есть рабство, это есть бандич. Когда я не могу раскрыться и быть самим собой, потому что Христос, хотя Он и освободил меня, но я не знаю об этом, вот этой истины, вот именно в этой сфере, вот именно в этой комнате я не знаю, как же мне узнать. Друзья, именно для этого есть библейский колледж. Это не есть место для особо эрудированных умников, которые там собираются. Напротив, что-то я сказал, наверное, не то. Напротив, это есть место там, где люди хотят приобрести и стать больше похожими на Иисуса. Естественно, со всеми нашими минусами. Кто-то говорит, о, мне это не укладывается, я это не могу, о, я так не могу учиться. В 92-м или 3-м году я пошел учиться в библейскую школу, в славянскую библейскую школу в то время. Я там столько негативного наслушался, столько было там прекрасных и, может быть, не совсем хороших учителей. Но я говорил, Господь, я знаю, что это Твое Слово, и я знаю, что этот человек говорит, и я знаю, что тот Дух Святой может ко мне проговорить. И, наверное, не было ни одного вечера, когда бы я уезжал домой, и вот этот Дух Святой через то Слово не говорил ко мне в мое сердце. Почему? Потому что я искал, независимо от того, что там было, как там было, как там было устроено, хорошо, плохо, вмещалось, не вмещалось. Какая разница? Там есть Божие Слово, и Дух Святой, Он намного выше моего понимания, моих рамок и всего остального, друзья. Я сегодня не призываю нас, чтобы мы, ну, как бы шли на что-то неправильное. Я говорю о том, что часто наши вот эти границы, рамки, они нас ограничивают, ведь Бог безграничен. Ну и что, если кто-то из вас меня не воспринимает вот такого, какого я есть? Может быть, кольцо на руке, может быть, прическу. Какая разница? Ведь Слово же будет читаться с Библии. И не воспринимая меня, вы просто лишаете себя Слова Божьего. Завтра я здесь буду сидеть, и кто-то выйдет, и я уже сам буду понимать о том, что этого человека, что мне нового скажет? А, что он мне там может научить? Опять одно и то же. 20 минут наступления, 15 минут о сути, или 5 минут о сути. Какой смысл? Я могу так реагировать, правильно? И вы подумайте, наверное, так иногда бывает. Но я себя лишаю чего-то. Я себя лишаю чего-то. Друзья, я не уговариваю никого идти в библейский колледж, но просто говорю о том, что есть время, и это время важно не пропустить. Меня приглашали в библейскую школу. Я помню, я разговаривал с этим братом, его звали Павел Кулакевич, просто потрясающий человек. Он мне так примерно говорил, Сашенька, приходи учиться, тебе нужно это будет. Я говорю, я помолюсь, подумаю. И в какой-то момент я понял, да, мне надо. Меня не надо было звать, мне не надо было этим тянуть туда. Я просто понял, что мне это надо. Я пришел учиться. Если это ваше время, да ну нет разницы, женаты вы замужем, 17 лет вам или больше. Если это ваше время, не пропустите его, друзья. Не пропустите его, потому что это нужно нам в нашей жизни. Библейский колледж начинается первый день занятий 9 сентября в 7 часов вечера, два раза в неделю, друзья, два раза в неделю, два вечера в неделю, с 7 до 10-15. Да, наверное, 70% людей, которые там учатся, это молодые люди. У вас есть шанс стать снова молодыми, если вам уже трудно в это поверить, что вы таковы и есть. Хорошо, друзья. Библия очень часто говорит о строениях, определенном строении. Библия говорит о том, что мы являемся христиане, как строение. Библия говорит о том, что церковь – это строение, да, говорит о тайне, что это строение. Библия говорит о том, что церковь, семья – это строение. И часто, когда об этом говорится, ну, может быть, больше или меньше, мы представляем себе, что же такое строение. У каждого строения есть фундамент, может быть, один-два этажа. И мне бы хотелось, может быть, совсем вскользь подумать, поразмыслить об этом. Что является в основании нашей жизни? В основании этого строения всегда должна быть любовь Божия. Просто неизменная, совершенная, не перестающая любовь ко мне, как к человеку. Если все то, что я буду строить сверху этого основания, или если этого основания не будет, то обязательно в жизни, когда я буду идти и дальше продолжать строить, мне будет не просто трудно, я могу иметь шанс, или, может быть, такое случится в жизни, что я потерплю, Библия говорит, кораблекрушение. Почему? Потому что приходит сложность в жизни, и мне трудно верить в то, что Бог меня любит, или что Он со мной рядом. Не трудно верить, когда все хорошо, дети здоровые, супруга подчиняется, муж слушается, хотя бы иногда, финансы есть, работы есть, все нормально, и все нормально. Не трудно верить в такие моменты, что Бог любит, потому что как бы выражение любви Божией, оно очевидно. Но когда приходят какие-то сложности, когда приходят какие-то передряги в жизни, то если нет основания того, что Бог, я верю, я знаю, потому что Ты мне это открыл, потому что оно стало моим, что Ты меня любишь. Вот я вижу эту гору передо мной, и какая бы она ни была большая, широкая или высокая, я знаю, что Твоей любовью Ты поможешь мне пройти, и она уйдет, она рассыпется, она исчезнет, ее не станет. Да, будет время, но это пройдет. Итак, первое, это основание, любовь, просто понимание того, и я понимаю, что это не что-то мы, вот я сейчас буду сидеть и настраивать себя, Бог меня любит, Бог меня любит, Бог меня любит, независимо ни от чего, может быть, это неплохо. Друзья, я думаю, верю в то, что это работа Духа Святого, но нам нужно это искать. Работа Духа Святого в том, когда ты согрешаешь поверить в то, что Бог тебя любит, и Он не повернулся к тебе спиной, а Он все так же стоит с протянутыми руками и тебя зовет. И если это произошло в десятый раз, верить в то, что Он тебя зовет, Он хочет тебе помочь, и в Нем достаточно силы подняться, подняться, но Дух Святой предоставляет это нам, в наше сердце, дает что-то нам. Дальше, первый этаж, я думаю, если можно так выразиться, это мои личные взаимоотношения с Богом. Друзья, если на первом этаже, именно на первом этаже, не где-то на третьем этаже, не где-то на двадцатом этаже, но на первом этаже не будет моих личных взаимоотношений с Богом, включая туда же библейский колледж, включая каждодневное общение с Богом, включая, когда ты смеешься и радуешься с Ним, плачешь и делишься с Ним своими переживаниями, когда тебя просто никто не отвлекает, включая наши селфоны. В наших селфонах уже там целая жизнь, там и имейл, и текст, и все, что ты хочешь. И вот этого не должно быть, потому что это не общение с Богом. Потому что, когда ты идешь с Ним провести общение, и вот все вот это вот массивное вокруг твоего общения крутится, оно постоянно отвлекает, и это не есть общение с Богом. Это не есть общение с Богом. Первый этаж, это мои взаимоотношения с Богом, оно не приходит спонтанно. О, пришло вдохновение, пойду общаться с Богом. Абсолютно нет. Я понимаю, что передо мной день, я понимаю, что передо мной пять дней рабочих, и я понимаю, что это день загруженный. Если сегодня молодые люди говорят, я занят, just wait until you're going to get married. What's going to happen? Сколько времени у тебя будет общаться с Богом тогда, когда будут дети? А разницы-то нет. Общаться с Богом надо. Не потому что надо, а потому что в основании есть любовь, и тебя тянет в общение с Ним. Второе, это наша семья, друзья. Это взаимоотношения в семье. Это между родителями и детьми, между детьми и детьми, между мужем и женой, между женой и мужем. Это наши взаимоотношения, это наши молитвы, может быть, это наше чтение Библии, это наше учение. Это когда ты берешь детей, идешь и говоришь, и учишь, и объясняешь, и выбираешь обстановку, которая была бы больше эффективной. Не просто долбишь на мозги, надо так, и надо так. Да все они знают, как надо. Все они знают, как надо. Это наша семья, друзья. Это наша семья. И третье, это церковь. Церковь, когда мы что-то устраиваем в церкви, мы начинаем служить. Но скажите, какой толк, может быть, это неправильный вопрос, неправильное слово, но я все-таки так его поставлю. Какой большой ли смысл будет в том, что я буду служить в церкви очень много, детям же своим не буду уделять внимания. С женой своей или с мужем своим не буду иметь нормальных взаимоотношений. С Богом, которому я служу в церкви. Он вообще гость в моем доме. Я говорю о личных взаимоотношениях, о очень плотных взаимоотношениях. Когда мы с ним находимся, ты открываешь книгу и читаешь вместе со своей женой, она читает здесь, ты читаешь там же. Так же самое взаимоотношения с Богом. Ты находишься on the same page, в одном и том же разделе с Богом, потому что ты с ним общаешься. Сегодня мы, они, кто бы ни был, мы настолько часто, бывает, устремляемся устроять церковь, когда фундамент, первый или второй этаж, но мы мало этому тратим время. Я не хочу сказать о том, что давайте оставим церковь и теперь перекинемся на семью. Нет. Естественно, оно должно строиться как бы вместе. Вместе должно выстраиваться. Но если время я уделяю тому другому больше, то где-то что-то будет обязательно страдать. И по той причине, что сегодня как бы, я не знаю, семейный день, что ли, если так можно выразиться, молились за детей, давайте остановимся вот на этом втором этаже. Естественно, все мы, живущие в Америке, любим, чтобы на каждом этаже у нас было много комнат. Много комнат, больших комнат, роскошных комнат. Поэтому и в семье, если можно образно так представить, есть много комнат, много обязанностей. Может быть, на каждой двери может быть написано какое-то предписание, что нужно делать, когда ты зайдешь туда, в эту комнату. Как себя вести нужно, где какое время кому уделить нужно, где можно строго сказать или нужно строго сказать, а где нужно, наоборот, мягко сказать, с любовью сказать и так дальше. И всего лишь, может быть, два момента, на которые я хотел обратить внимание. Давайте откроем Матфея 5 главу, 9 стих. Сказано следующее. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Конечно, говорить о миротворцах на расстоянии в церкви или где-то намного проще, чем говорить о миротворцах в семье. Это твоя семья, и тебя там знают вдоль и поперек, сверху донизу. Там никаких игр не может происходить, когда в церкви могут они происходить. Что я имею в виду, в церкви я могу выглядеть так, но в семье-то меня знают полностью. И вот мы стоим перед этой комнатой, где написано, что ты блажен, когда ты миротворец. И это блаженство, оно равняется или как следствие тому, что ты миротворец, Бог говорит, не люди выдумали, что тебя назовут сыном Божьим. Ты будешь называться сыном Божьим. Есть много вещей, много причин, много аспектов, почему мы можем, должны называться детьми Божьими. И вот это одно из них. То есть мы в моей семье, вы в ваших семьях, независимо, если это ребенок, или это отец, или это мама, муж, жена, вы можете быть сыном Божьим, детем Божьим, потому что вы там будете кем? Миротворцем. Или вы можете не быть детем Божьим и ожидать, что все перед вами будут приходить и кланяться, и они будут миротворцами. Что-то случилось в нас с людьми, наверное, мы этого не поймем, пока живем на земле, что нам хочется всегда доказать свою правоту. Началось это от Адама, продолжается это в нашей жизни. Мы хотим всегда, чтобы кто-то первый подошел, извинился и как бы начал творить вот этот мир. Но смотрите, как говорит Библия, прямо противоположно. Она говорит, что блажен ты, когда ты идешь и творишь мир. Как творить мир? Да мы знаем, как творить мир. Но только вот часто у нас не хватает силы идти и творить мир. Когда-то у одного человека спросили в семье, кто должен первый извиниться, если произошел, ну скажем, небольшой конфликт между мужем и женой. Кто должен первый извиниться? Как бы должен, неправильное слово, как бы было правильно, чтобы первый извинился или начал делать шаги к миру. Мы называем себя духовными людьми и детьми Божьими, поэтому, как следствие, оно должно выражаться снаружи. Каким образом? В данном случае, в данном этаже нашей семьи и в данной комнате нашей семьи написано «Миротворцами будьте». И вот это сыновство, христианство и все, о чем мы говорим, очень громко или, может быть, кто-то тише, оно должно выразиться тем, что когда стоит вопрос, творить мир или не творить мир, будешь ли творить мир или нет. Буду ли я творить мир или нет. Друзья, я прекрасно понимаю, что я иду примерно по острию лезвия, потому что у меня тоже есть семья, и у меня есть жена, и мы женаты 17 лет, очень довольны нашей семьей. И я понимаю, что люди, смотря на меня, они могут какую-то рисовать себе картину, правильную или неправильную, моей семье, как бы не принято выставлять, вот что происходит в семье. И люди понимают, мы же психологи все, что если человек говорит, значит, он говорит из своего опыта. Библия, Библия, Дух Святой, Духом Святым. Ну, все живут своей жизнью, и вот оттуда все выносится. Поэтому, может быть, чем-то рискую, может быть, нет, но что есть, то есть, что есть, то есть. Друзья, миротворцы, смотрите, мы добиваемся и ждем, а то я буду молчать, пускай он или она, я прав. I know him, right? Я знаю, что я ничего не сделал неправильно. Я знаю сто процентов. И ты прав, ты ничего неправильного не сделал. Но дело в том, что миротворец, он не переживает о том, прав он или неправ. Он переживает о чем? О мире. Yes, сто процентов. Какая разница, прав я или неправ? Я опекусь о мире. И поэтому, когда мы надуваемся, как будто нас насосом надули, и отворачиваемся в сторону, уходя от того, с кем мы, может быть, поссорились, будь то дети, будь то, кто бы это ни был, то это о чем-то говорит. А о чем это говорит? Это говорит о том, что моя духовность или христианство, оно примерно на том уровне, как я себя веду в данный момент. И я понимаю, что без помощи Бога, без помощи Духа Святого это сложно делать. Сто процентов. И я понимаю, что все мы ошибаемся. Однозначно. Но цель моя, цель моя, я могу четко понимать, мне нужно 30 минут, чтобы остыть. Но я все равно пойду к миру. Я все равно пойду к миру. И я не оставлю это на час, на два, на три, на день, на месяц, на два. Я не оставлю. И когда я оставляю, то мы превращаемся в людей, играющих игру. Какую игру? Я прихожу в церковь вот такими, какими вы меня видите. А игра моя заключается в том, что когда я выхожу из церкви, и где меня никто не видит, я играю, продолжаю играть игру. Какую игру? Я не иду к миру. Посмотрите, какая огромная разница между Адамом, или давайте так скажем, что произошло с Адамом. Адам, он не только не сказал при всем уважении к нашему прадцу Адаму, серьезно, я не знаю, как бы мы поступили, и как бы я поступил там. Но Адам не только не покаялся и не попросил прощения за свой грех. Во-первых, он обвинил жену, и во-вторых, он обвинил Бога самого. Он не сделал должного шага. Когда пришел Христос, то есть Адам, он был сто процентов виноват. Сто процентов виноват. Когда же пришел Христос, сто процентов не виноват. Послушайте, друзья, пожалуйста, послушайте. Христос вообще не был виноват. Он вообще был ни при чем к нашему греху. Абсолютно. Нисколько. Ноль. Zero. Абсолютно. Но он сделал шаг. Мы скажем, он Бог, конечно, любвеобильный сто процентов. Но мы же последователи этого любвеобильного Бога. Он первый сделал шаг. К чему? К примирению. Когда? Когда все мы были во грехах, полны недостатков, грязи, полны полного права со стороны Бога. Даже на нас не повернуться. Даже не посмотреть. Он даже не смелел то, что от нас исходило. Бог имел на это право. Потому что Бог святой. Но тут появляется его Сын. И говорит, что я пойду. Я примирю. Я сделаю то, что никто не сможет сделать. Да, я знаю, что я прав, что я не виноват. Я знаю, что я абсолютно ничего не сделал с этим грехом. Я не причастен к этому. Но я сделаю, потому что я хочу примирить. Потому что я миротворец, если так можно выразиться. Я хочу сделать этот шаг. Посмотрите. Во-первых, Иисус сделал первый шаг. Во-вторых, Он, будучи невиновным, взял на Себя вину и сделался виновным. Hello. Это наша жизнь. Это наша жизнь. И поэтому мы сегодня последователи или Адама, или Иисуса. Я понимаю, что мы все родились, и у нас есть очень много от Адама. Очень много от Адама есть. Но ведь, друзья, это и есть жизнь в Боге. Мы сегодня говорим, кто же в семье духовный человек? Кто же в семье духовный человек? Ну и давайте посмотрим на наши семьи. Я верю, что духовный человек тот, который идет первый к миру. Потому что в нем Дух Христов. Какой Дух? Христов. Почему? Потому что Христос пришел и сделал шаги первые. Первые. Он сделал эти шаги первые. Дальше Библия говорит, принимайте друг друга такими, какие мы есть. Как Христос принял нас. Сто процентов. Я все прекрасно понимаю, друзья. Друзья, я не нахожу силы в себе это делать. Но я благодарю Бога, что Он не оставил действительно нас сиротами и дал нам Духа Святого, Который дает вот это слово. И ты понимаешь, тебе вообще не стыдно идти к миру. Надо, не надо, прав, ты виноват. Какая разница? Какая разница? Это черта твоя внутри уже, потому что Иисус живет в тебе, а Он миротворец. Он миротворец. Давайте откроем еще одно место, это будет Ефесянам. Ефесянам 5 глава с 21 стиха и просто оставим открытую. Еще одна мысль, смотрите. Христос говорит, кто больший, возлежащий или служащий? Вот как оно есть. В жизни нашего мышления мы понимаем, кто возлежащий. Ну, сто процентов. Но Он говорит, я среди вас как служащий. И Он это сделал, служащий. Он это сделал, Он это показал. То есть получается, что если я прав в каком-то конфликте, в моей семье, друзья, мы говорим о наших семьях. Если я прав в моем конфликте, и я вот сижу и возлежу, и думаю, что тот, кто не прав, должен ко мне подойти, извиниться, попросить прощения, я такой бедный, такой несчастный, такой вот весь никому не нужный, оторванный от этого самого и все остальное. Я возлежащий. А приходит Христос и омывает ноги, как служащий. И вот мой вопрос к себе самому, кто ты в твоей семье, служащий или возлежащий? Ты хочешь, чтобы все вокруг тебя бегали и творили мир? Или же ты встаешь и начинаешь служить тем же самым? И в Ефесянам 5 глава, 21 стих, следующая комната у нас, немного времени совсем, это главенство. Как здорово быть главой, кто-то когда-то сказал, пока этой головой не ударился. 5 глава, 21 стих, написано следующее. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Говорится о семье, повинуйтесь друг другу, о муже и жене сейчас в страхе Божьем. И дальше апостол Павел начинает говорить, кто за кем, кто под кем и так дальше. Кто глава. Смотрите, дальше написано, 25 стих, написано, что мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Когда мы говорим общепринятое мнение нас с вами, позвольте добавить слово славян, следующее, что муж, глава и на этом все, потому что об этом написано в Библии. Но 21 стих говорит, что мы призваны повиноваться друг другу. Как повиноваться жене, мужу, мы много слышим и мы понимаем. Как же мужу, и правильно ли это делать, повиноваться жене? Библия говорит, что мужья любите своих жен. Вот это-то и есть в страхе Божьем повиноваться друг другу. Когда я люблю человека, тогда я уважаю, почитаю его. То есть, что имеется в виду, я отношусь с уважением к этому человеку. И Библия говорит, что это уважение, оно есть в страхе Божьем, любя свою спутницу жизни, то есть свою жену в данном случае. Когда мы говорим о главенстве, может быть, несколько ролей главенства. Что такое главенство? Что такое быть главой? Мы понимаем, что в мире главенство, это какие-то большие корпорации, и человек есть у главы этой корпорации. Он сказал, дело сделано. Если дело не сделано, то кому он сказал, он уволен с работы. Просто. Вы можете назвать это диктаторством. Мы можем с этим согласиться. Мы можем с этим не согласиться. Но факт остается фактом. Любой директор, предприниматель, начальник фирмы, любой CEO, он говорит своим заместителям. И он рассчитывает, что вчера это будет сделано. Независимо от того, куда это дойдет. До третьего уровня, до четвертого, до пятого или десятого. Я знаю церкви, где косят травку. Очень сильно и очень стремительно. Куда заезжает пастырь в эту церковь? Какой дорогой он едет? Почему? Да потому что они понимают, что если он увидит, что там что-то не будет устроено, кому-то не поздоровится. Или кому-то это ударит по карману. Почему? Потому что ты будешь уволен с работы. Это главенство. Правильно или неправильно? Я не берусь судить. Это жизнь. Нам нужно жить. И должна быть дисциплина. И должно быть подчинение. Когда Библия говорит о главенстве, друзья, мне легче говорить мужьям, потому что как бы сам муж, чтобы сильно там сестер не обличать, и не было последствий в мою сторону. Когда Библия говорит о главенстве, говорится о теле. Тело – глава. Тело – глава. У главы есть две основные, очень-очень серьезные функции. Первая функция у главы – это мозг. Это дающий направление всему телу. То есть, если я глава в своей семье, дающий направление всему телу, с уважением к этому телу. Друзья, глава и наш мозг, он никогда не подаст команду, если только нездоровая голова, то может подать команду, которая повредит телу. Но никогда мозг не скажет что-то сделать тому, кто стоит ниже мозга, ниже головы, то есть нашему телу, вот там горячая плита, пойди дотронься. Конечно, такого не будет. Почему же сегодня происходит, и вообще о какой главе мы говорим, о какой главе, как я, муж, себе вбил в голову, кто я есть? Am I CEO? Я господствующий в своей семье? Я сказал так, оно и будет, и попробую так, чтобы оно не было. Благо, что Библия говорит, не разводиться, а то бы уже, наверное… Кто я в своей семье? Кто я в своей семье? Я человек, который пекусь о всем теле и с любовью даю указание или направление, указание – это, может быть, неправильное слово, направление этому телу. Давайте сделаем так, давайте здесь сделаем так, давайте, как вы считаете здесь, или кто я? Какой аспект главенства меня научили, и оно есть во мне, друзья? Такова моя семья. Все очень просто. Такова моя семья. В Библии написано, чтобы жены повиновались, вот то, если так пальцем показать, это еще ничего, вот то повинуйся молча и уверенно, так, чтобы не было тебя слышно. Или же я, как мозг в моей семье, я пекусь, я забочусь, я с любовью отношусь, и поэтому я и повинуемся мы друг другу в страхе Господнем. не из-за страха перед наказанием, но как любя. Да, я боюсь Бога, потому что Его сильно люблю, и я боюсь Его огорчить. Да, я боюсь свою жену в том смысле, что я боюсь ее огорчить. Почему? Да потому что она дар в моей жизни, для меня от Бога. И относясь так, как я отношусь к моей жене, я равно так же отношусь к тому, кто подарил этот подарок мне. И если нам подарил этот подарок Бог, тогда мы относимся к Богу так? Или к женам так, как мы относимся к Богу, к Его подарку? Вы скажете, подарок Дух Святой. Друзья, подарок остается подарком. Здесь дело даже не в подарке, а в том, кто дает этот подарок. В данном случае это Бог. Какой бы Он не дал подарок мне в мою жизнь, будь то крещение в Дух Святой, Библия говорит, что жена подарок или жена, я отношусь так к этому подарку, равно так же, как я отношусь к Богу. Абсолютно. И вторая, может быть, цель или назначение, второе, мозга, он всегда заботится, предохраняя от опасности. Если что-то грозит моему телу, какая-то опасность, да просто комар садится на мое тело. Мозг моментально посылает импульс до той части тела, до второй руки, чтобы что сделать? Шлепнуть по этому комару, чтобы ему хорошо было. Это делает мозг, он защищает. Он защищает мое тело. Если я выступаю, как защитник в своей семье, то я выполняю правильную работу, предназначенную Богом. Но если я выступаю, как господствующий, не творящий мир, то я думаю, что нам нужно много откровения от Господа, кто же такой муж в семье? Кто же такой муж? Мы будем молиться буквально через одну минуту. Друзья, цель этого слова проста, как Божий день. Может быть, Божий день не настолько прост, как это слово. Следующее. Когда мы подходим к зеркалу, утром сегодня одеваясь, и мы видим недостатки в нас, в нашем внешнем виде. Цель зеркала – удалить эти недостатки. Удалить эти недостатки. Цель этого слова, если оно есть, я говорю, Господь, смотри, у меня проблема. И проблема сегодня двойная, потому что вся моя семья сидит здесь, and they all know, что происходит в моей жизни. Here I am. Что мне делать? Не нужно убегать от проблемы, друзья, нужно идти к Богу с проблемой. Не нужно прятать эту проблему и стесняться Богу. Послушайте, Он нас знает больше, чем наши члены семьи. Давайте откроем это, Господь, скажем, Господь. Я пробовал. Если люди в моей семье, дети или, может быть, моя жена думают, что я не пробовал, я пробовал. Я пробовал быть миротворцем, мне трудно. И даже больше, скажу, у меня не получается. Помоги мне. Я знаю, что Бог поможет. Я знаю, что Он поможет. Может быть, это не произойдет сразу. Может быть, это процесс. Ну, конечно, это процесс. Если я господствовал в своей семье уже лет 500, то попробуйте мне сейчас стать миротворцем в семье. Это процесс. Это трудно. Это нелегко. Это болезненно. И я знаю, что только Дух Святой может в этом помочь. Мне помочь. Мне помочь. Давайте я вам скажу просто по секрету, только Лилии моей не говорите, которая сейчас в Моза Слейке, следующая. Когда мне Бог стал это открывать, я начал перед ней каяться и извиняться за то, то, что я такой супердуховный человек, и most of the times я ожидаю, чтобы она подошла и в чем-то извинилась. Она говорит, слушай, ну что ты передо мной извиняешься? Я говорю, Лиля, пользуйся, пока есть, потому что это не случается часто. Пока Дух Святой делает что-то, you better use it, потому что оно есть. Друзья, мы все живем в семье. Простые, обыкновенные, нормальные семьи. Но когда Дух Святой что-то вскрывает, давайте будем откликаться, давайте будем тянуться к этому, давайте это ставить целью жизни, давайте будем говорить, Господь, да не могу я, я вообще не могу без тебя ничего делать, давайте поймем наконец-то, сколько бы мы ни старались сами, давайте будем стараться в нем быть, чтобы он, его сила нам помогали двигаться. И тогда тебе уже абсолютно все равно, что тебе подумать, большое дело, там переступили, кто-то ноги вытер, какая разница, Бог доволен. Я знаю, я хожу, я понимаю, что он смотря на меня, он просто в восторге от чего? От того, что я называюсь Детем Божиим не просто для лычки, но я творю милосердие. Я творю, как мозг, заботящий о своем теле. Я служу своей семье, как муж, может быть, находящийся в этом теле. Давайте помолимся. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу.